Для начала, лук, чеснок это уже есть более высокие стандарты, более высокие стандарты пищи, понимаете? Не заморачивайтесь, потому что если вы заморочите, вы себе задаете проблемы, родственникам, у вас такой там фейерверк в жизни начнется, что мама дорогая. Знаете, если вы как-нибудь решили бросить мясо, никому об этом вообще не говорили. Вы не бросаете мясо, а просто племенно не кушаете, это для того, чтобы похудеть. Что-то объясните близким так, чтобы они поняли, не надо им как бы квадратные глаза свои показывать и все делать, и трогать не я. Не надо пугать людей, вы же не пугаете, народ просто. По-доброму ко всем относитесь, не надо заморачиваться никак. Насчет детей, если как бы ребенок не ел, не остой, не кормите. Если он привык, не трогайте его. Поймите такую вещь, что постепенно с вашим развитием духовным вы как солнце будете освещать знания всего круга. И знания все освобождают. Вообще вот это мышление отказа, это мышление глупое. Это мышление, я вам точно говорю, я вас не уговариваю, я вам даю знания. Мышление отказа, это мышление глупое. Не надо отказываться ни от спиртного, ни от сигарет, ни от мяса. Нужно просто менять свою жизнь. Когда человек развивается как личность, у него появляется больше чистоты и счастья в жизни. Ему не надо себя уже косить сигаретами и спиртными, потому что ему так хорошо. Он не так сильно напрягается, поэтому именно не надо и расслабляться, понимаете. И когда человек переходит на более высокий образ жизни, он начинает чувствовать, какая пища ему хочется, он хочет чистую пищу. Начинает различать пищу и все эти показатели. Ему хочется пищу, которая не оскверняет, не портит настроение. Он начинает чувствовать, где живая, где мертвая пища, понимаете. Он начинает это все чувствовать. И он уже сам не хочет это есть. Если не хочет, так не заставит. Понимаете, он переходит постепенно на такое питание. Вот сейчас вегетарианцы, допустим, заставят-ка идти в мясную лавку. Как вы думаете, он как себя чувствует? Как накладываешься, понимаете. А другие люди это едят и нормально. А есть еще люди, которые дедушек едят. Знаете? У них такая философия с некоторых африканских временах, что дедушек уже старый, ему тяжело жить, и он надо съесть. Ну, чтобы он не страдал. Там дедушка, наверное, убегает с соседней страны. Дедушка убегает с соседней страны, наверное. Ну, наверное, я не знаю. Такая философия. Жарят дедушек и едят. Ну, что делать? Такое мышление просто. Еще один более низкий уровень понимания. Ваш вопрос. Развивайте мышление просто. Так, тем более чистым и светлым вам все откроется. Это все само-самое происходит. Не надо себя мучить, насиловать. Я бы написал на этом кандидатскую диссертацию. Я исследовал больше тысячи человек. Все люди, которые по-настоящему развивались, они стали вегетарианцем, бросили пить, курить, просто само собой. Никаких усилий над собой не слышали. И это большой процент людей из тех, кто слушает мудрец. По этой диссертации, если человек слушает от года до двух лет, то 50% из этих людей полностью бросают пить, полностью бросают курить и полностью переходят на мегетарианство. А на мегетарианство переходит больше даже. Ну, не 50, а гораздо больше процентов. А те люди, которые не бросают пить и курить, они снижают сильную дозу. Такая статистика. Она очень понравилась докторам наук, которые меня экзаменовали. Очень серьезная статистика. Можно вытаскивать? Да. Мы не едим мясо. Как вы себя чувствуете? Прекрасно. Главное, к чарному говорите, что мы мясо не едим. Вам уже стало слабо. Не ешь, а не ешь, а не ешь. А не ешь. Не знаю. Чувствую себя хорошо. Благо, даже не прошло. Хорошо. Наоборот, должно появиться. Мясо не ешь, а не ешь, а не ешь. Мы в Омске сделали, у меня в Омске много друзей-врачей. Ну, человек 10, наверное. Мы взяли, сделали, вместе прикололи, сдали кровь. У всех повышенное содержание гемоглобина. Представляете, у женщин, у мужчин просто зашкаливали. У всех вегетариаций. Выше гемоглобина, кажется, они ниже нормы. У меня тоже оказалось выше, прямо конкретно нормы.